А здесь на территории Универа проживает 6,5 тысяч студентов. Представляете, сколько здесь резиденций? Ходят 10 разных автобусных маршрутов, где студенты могут сесть на остановке, сесть на автобус и уехать. Представляете размер? Ребята, а вот в этой вывеске написано следующее, что вот этот корпус, это исследовательский инновационный корпус университета Южной Флориды, USF, да? И здесь Solar Power Research, это исследование в области солнечной энергии. То есть вот это вот все за забором, у них там солнечные панели, все дела, то есть они проводят исследование по чистой энергии, солнечной энергии, окей? И значит, смотрите, вот эта штука тоже прикольная, вот эта штука прям тоже проект демонстрационный. Если ближе подойти, то видно, да, вот человечек сидит на горшке, да, грубо говоря, вот, используется вода, которая используется, и потом все это в генератор, то есть это не, скажем так, смылось в речку, да, там, в Москва-реку, вот, или там куда-нибудь еще, да, а это идет на переработку и дальше опять вода для использования, опять же, ну, в каких-то целях, да, скажем так. И вот этот вот проект, и мне сказали, что даже фонд Билла Гейтса вкладывал деньги вот в этот проект. Ну и вот сразу же вам покажу, да, то есть тут вот, к примеру, капустка, да, с другой стороны показывается, то есть для чего можно использовать воду, то же самое, там, поливать, да, растения, к примеру. И сейчас этот проект, значит, НАСА взяла себе, и, ну, где может это быть использовано? Ну, сразу же подумайте, да, вот в космосе, да, если люди там работают где-то там в космосе, на космических кораблях, да, то вот это вот как раз ресайклинг, безотходное использование ресурсов, вот как правильно будет сказать. Я не знаю, какое количество студентов здесь учатся, но мне вот кто-то сказал, что больше 30 тысяч студентов, кто-то сказал, что до 50 тысяч студентов. Ну, короче, кампус реально огромный, и здесь на кампусе, вот чтобы вы представляли даже размер, да, такой, здесь есть 10 автобусных маршрутов, то есть ходят 10 разных автобусных маршрутов, где студенты могут сесть на остановке, сесть на автобус, да, и уехать, чтобы вы представляли размер. Субтитры создавал DimaTorzok И вот как раз-таки я внутри этого центра, и здесь целая, ну скажем так, доска почета, да, можно так сказать, доска почета. Дальше тут еще всякие награды, медали, известные инвенторы, да, изобретатели Флориды, также здесь инноваторы, изобретения которых были запатентованы, вот на вот этой стене висят. Тут, кстати, не одна стена с вот этими вот патентами, вот еще, пожалуйста. В общем, вот эта вот стена, здесь представлены компанией, крупные компании, которые именно начинались здесь, в университете Южной Флориды. Ну и сейчас у них тесная связь с университетом, естественно. И вот как мне сказали, что здесь в университете мало того, что вы как бы учитесь инженерным всяким делам, технологиям, да, биоинженерии, здесь исследовательский центр, да, номер один во Флориде по исследованиям. Вас еще также учат и помогают найти инвесторов в ваши проекты. Вот это вот получается реальный живой пример того, что отсюда выросло, скажем так, откуда ноги растут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, ну вот я еще люблю всякие мелочи, да, то есть вот продуманность деталей. Вот показываю вам, да, маленькая фигня. Вот видите, в университете, что это? Это пакетик для мокрых зонтов, понимаете? Пришли, чтобы не ходить здесь, грязь не развозить, сразу же положили в пакетик и все. Давайте расскажу вам пару слов о том, как устроено здесь питание, да. Вот, к примеру, у университета есть три столовые, скажем так, где, ну, приходишь, взял тип шведских столов, да, вот, таких, таких зданий здесь три. А еще, по нему этого, есть 25 ресторанов. Не формата шведского стола, а именно формата ресторана. Ребята, здесь даже можно вафельки приготовить себе. А вот это отдельная штука, отдельная машина, где вы можете себе сами сделать мороженое. Так, тут всякие китайские вкусности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, смотрите, кто не знает, я рос в Краснодаре. Я болею за футбольную команду Краснодар. Я думаю, что все любители футбола знают наш великий Краснодарский клуб. И, естественно, у Краснодара символ это бык, да, краснодарские быки. И вот здесь, вот здесь, ребята, Краснодар, если вы меня видите, вот здесь в Тампе, да, Тампа это Флорида американская, здесь у них тоже символом и университета, и всех команд, которые здесь есть, является бычок. И вот мне подарили такую майку, видите, такую майку, и вот здесь, здесь на майке изображен бык. Ребята, а теперь я покажу вам немножечко библиотеку университета. И вот сравняйте сами с нашими библиотеками. Ребята, вот мы немножко походили по библиотеке с вами. Знаете, сколько здесь этажей в библиотеке? 7, 7 этажей, открытых 24 часа 7 дней в неделю. Ребята, ну и, конечно же, магазин у университета, посмотрите, блин, он больше, чем у нас в городе, блин, спортивные магазины, просто гигантские. Всякие сувениры, игрушки, блин, товары, книги, спортивная одежда, теплая одежда, кофе, бутылки, блин, пакеты, сумки, все, что хочешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok